Андрей, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Почему вечер? Ну, вы знаете, мы как бы готовимся за годя. В конце концов, никогда не знаешь, когда сумерки спустятся над Ершалаимом. Скажите, вот реакция на Джамалу как лакмус внутриэлитных настроений. Мы все время в Украине пытаемся читать между строк. Понимать знаки, да. То есть, что теперь происходит, с кем воюет Россия. Какие знаки нужно считать, собственно, в реакции российского внутриэлитного экспертного сообщества на победу Джамалы? Смотрите, все, конечно, усложнилось, я бы сказал. Джамала все усложнило. Это просто какая-то случилась неожиданность удивительная. Никто не ожидал, что так все поломается. Потому что там, скажем, у российской пропаганды, у нее, ну, более-менее монолитное отношение к каким-то событиям, да. Значит, по поводу победы Джамалы, значит, внутри вот этой пропагандистской системы, да, тоже произошел некоторый раскол. Значит, одна часть, более либеральная часть пропаганды, да, более цивилизованная часть пропаганды, она, значит, делает акцент на том, что ничего страшного не случилось. Мы сами признали депортацию как трагедию, это признано. Ничего не случилось, все нормально, все нормально. Песня как песня, вот этот обычный подход. Ничего страшного не произошло. За Украину проголосовали россияне, украинцы проголосовали за российского исполнителя. Ну, то есть, вот такая, как бы, позиция не случилась. Есть вторая, есть вторая, как бы, радикальная часть, да, которая, ну, вот, которая говорит, что нас хотят поссорить там, что это все специально, это все подстроено. Андрей, а вот 10 баллов Джамале от России, кто эти люди, кто голосует, на ваш взгляд? Это вот действительно Крым или это, ну, в общем, реакция по всей России, по вашим ощущениям? Да, я тоже, я тоже читал, конечно, что это Крым, но, как сказать, ведь мы же не знаем, что это, понимаете, это тоже вот, это тоже вещь такая, совершенно непрогнозируемая, неожиданная. Вообще, я должен сказать, я написал об этом два раза, я должен сказать, что вот эти результаты Евровидения невинные, да, это песенный конкурс, ну, казалось бы, что он может изменить. Да, я вот вам говорю, что эти невинные результаты и победы Украины на Евровидении, она может, на самом деле, фантастически изменить, повлиять вообще на дальнейшее политическое... Ну, вот как раз об этом, продолжая читать знаки, вот, говоря... Потому что мы живем вот в этом публичном пространстве, да, попса, это важная, очень влиятельная, как бы, часть, там, влияющая на мировоззрение именно миллионов людей, общее количество слушателей Евровидения и зрителей миллиард, приближается к миллиарду, да, с этим нельзя не считаться. Это, на самом деле, фантастическая совершенно вещь. И вот, что касается знаков. Значит, естественно, что там пропаганда, она, во-первых, она хочет выглядеть прилично. Скажем так, вот сейчас мы обычно... Андрей, у нас просто немного времени. Мы обычно смотрим по информационным поводам. Вот сейчас Россия воюет с кем? С Украиной, с Сирией? Можно ли говорить вот об этом, основываясь на том, как россияне реагируют и как элиты российские реагируют на результаты Евровидения? Нет, нельзя сказать, что в этом смысле есть какая-то целенаправленная агрессивная программа. Это личная инициатива одних людей, другие люди это не поддерживают. То есть мы не можем говорить в данном случае о компании, именно об антиджамаловской компании. Нет, нет, все усложнилось, все прям перемешалось, и там люди не знают, как реагировать. И вот это странная ситуация, которая на самом деле может очень многое изменить. Джамала наш в российском самосознании или Джамала их в российском сознании? Нет, украинская певица. Украинская певица. А крымские татары в российском сознании, они наши имеются в виду российские или их имеются в виду украинские? Крымские татары. Вы знаете, вот этот вопрос вообще не обсуждается. Вообще в этом смысле есть масса таких фигур умолчания. То есть прежде всего, еще до того, как конкурс начался, ну вы знаете, все, наверное, знаменитая эта фраза на телеканалах, песня 1944 посвящена, значит, судьбе народа, который в поисках лучшей доли, значит, отправился куда-то в поисках лучшей доли. Это такая трактовка официальная, значит, как бы нам объясняли содержание, о чем эта песня. Вот эти постоянные фигуры умолчания, значит, и название песни даже 1944, как-то оно не фигурировало, я слышал на радио название 1944, вот так ее называют, ну так вот, типа в современном моде. Понимаете, вот эти постоянные попытки как бы умолчать, это советская практика, это практика советской пропаганды. Да, просто о чем-то не говорить и как бы сделать вид, что ничего на самом деле не происходит. Вот эта практика умолчания, она, конечно, оказывается палкой в двух концах, потому что как бы в современном обществе, как только ты что-то умалчиваешь, оно бьет тебя по голове как бы с другой стороны. И вот эта история с умолчанием по поводу песни, по поводу народа, она, собственно, об этом просто не говорят. Есть масса табу, да, вот просто об этом речи нет. Понятно, спасибо.